На завтра ездили на 18.06. Сегодня в 12 часов в детской поликлинике номер 3 на табло электронной очереди обозначен посетитель под номером 57. А еще две недели назад здесь в это время была цифра ближе к 400. Заболеваемость явно пошла на спад и в этом лично убедилась Вероника Иванова, которая привела на прием дочь Валерию, чтобы закрыть больничный. Сегодня нам вообще повезло, мы пришли, нет очередей, нет людей. Поэтому мы очень быстренько справились. Ну и поликлинике приятно, что здесь вверх большое пространство. Появилось много различных кабинетов, дополнительных врачей. То есть не надо уже ездить на советской конституции во вторую поликлинику. Все на месте, удобно. Также хочу отметить, что здесь как-то все более автоматизировано. То, что доктор уже не пишет там от руки кучу бумажек. То есть все уже занесено заранее в компьютер. Ты приходишь на прием, на месте карточка, не надо бегать искать. Поликлиника нам нравится, обслуживают быстро, хорошие врачи. Проболели неделю, выздоровели. Мы не брали талончик, нас взяли без очереди. Позвонили в регистратуру, записаться было достаточно легко. На прием попали вовремя, не ждали в коридорах. А в том, что работа сегодня проходит четко и слаженно, есть вклад и волонтеров Красного Креста, которые являются студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. У вас пятый участок. Значит, на сегодня врач принимает с двух до пяти. Талоны есть на 3,20. За неделю практики в колл-центре ребята уже отлично ориентируются в обязанностях. Записать на прием, грамотно проконсультировать, отложить правильный талон для них не составляет труда. Для того, чтобы работать в колл-центре, не понадобилось каких-то очень высоких знаний. Все четко, понятно, объяснили сотрудники поликлиники. Эта работа мне очень понравилась и дала определенный жизненный опыт. Волонтеры нашего университета работают во многих организациях, помогают различным категориям населения. Это и инвалидам, пожилым людям. Занимаются спортивным волонтерством. И недавно наши ребята открыли для себя новый такой опыт. Это работа в детской поликлинике номер 3. Организована такая команда, в которую входят ребята многих факультетов. Это исторический, социально-педагогический, физико-математический факультет. Также это ребята различных курсов. В данный момент это ребята первого и третьего курса исторического факультета. Помощь в работе очень важна, ведь за учреждением закреплено 22 педиатрических участка. А это более 20 тысяч маленьких пациентов. Заметно, что сейчас нагрузка спала. И благодаря волонтерам Красного Креста, благодаря студентам медицинских вузов, учащимся медицинского колледжа, немножко работа наладилась. Поэтому они выполняли работу в качестве персонала, который нам помогал. И в регистратуре они сидели на вызовах в колл-центре, работали на приёме вызовов на других кабинетах. Также помогали измерять температуру входящим пациентам. Несмотря на то, что нагрузка на учреждение сегодня уменьшилась, руководство поликлиники всё-таки рекомендует лишний раз не подвергать риску своё здоровье в зимний период. Учитывая, что заболеваемость ещё находится на достаточно высоком уровне, хотелось бы порекомендовать нашим родителям, наших дорогих маленьких пациентов, чтобы они отложили пока плановое мероприятие по посещению нашей поликлиники, по диспансеризации на более благоприятное время, учитывая, что медицинские справки продлины на 6 месяцев. И также хотелось обратить внимание, что есть договорённость между Министерством здравоохранения и Министерством образования о том, что в том случае, если учащиеся отсутствуют по причине болезни на занятиях, в течение пяти дней справку предоставлять школу не требуется.